Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу, что у нас есть сегодня время, возможность размышлять, опять же, над Божьим Словом, над Его текстами и над Его духовным содержанием. Не просто логическое восприятие текста, а заглядывать поглубже, понимать Дух Писания, жить в свободе этого Духа. Потому что где Дух Господен, там свобода. И тогда, когда мы можем с текстом Писания работать в присутствии автора, то тогда у нас появляется очень хорошая возможность ему поклоняться, ему служить и делать то, что он от нас ожидает, когда мы живем на этой земле, которая нам дана в употреблении. И то, что мы сегодня прочитываем, это пятый стих. «Придите и воззрите на дела Бога страшного в делах над ценами человеческими». «Придите и воззрите на дела Бога нашего и Бога страшного в делах над ценами человеческими». Что это значит? Люди теряют зрение, когда живут на земле и не видят красоты, которую Бог сотворил. Уже привыкли к тому, что летают пчелы, к тому, что птицы, они тоже поют и радуют наш слух. Уже привыкли к тому, что летают бабочки, летают еще насекомые. И мы видим красоту цветов, принимаем благоухание. Мы можем чувствовать шелковистость травы, прохладу воды, которая нам нужна в жаркое время. Либо зимой, когда вся земля успокаивается под снегом и получает восстановление. И сезон зимы – это сезон восстановления для большого урожая весной, когда надо будет принять семя, а урожай потом принести уже к осени. Если земля будет истощена весной, то к осени она ничего не даст. Поэтому Господь так усмотрел сезоны, при которых происходит восстановление земли. По крайней мере, в нашей местности это очень ярко видно. Соответственно, когда мы здесь видим – придите и воззрите на дела Бога. То есть народу предлагает Господь получить прозрение для своих глаз, чтобы понять, что то, что нас окружает – это красота, которая сама по себе не могла быть сотворенной просто по своей личной инициативе. И почему людям сегодня легче слышать и понимать такую версию развития событий до нас? Потому что тогда я сам себе режиссер. Тогда у меня нет того, кому надо будет давать отчет. И поэтому многим людям легче жить так, чтобы знать, что никто никогда у меня ничего не спросит. Но ведь это иллюзии. Ведь это же самообман, в котором хочется человеку оставаться. От того, во что ты веришь и как ты веришь, это не значит, что так будет, как ты веришь. Есть критерии, которые оставил Бог в Священном Писании. И Он сказал, что идите и воззрите на дела Божьи. А они страшные. Они не только красивые. А если есть воздаяние, то оно уже страшным является. Поэтому лучше сейчас с Богом примириться. Лучше сейчас иметь с Ним те отношения живые, заветные, в которых есть продолжение и перспектива небес в нашей судьбе. Но эти взаимоотношения, опять же, мы не можем заключить на наших условиях. Есть Тот, Который их предложил человечеству через жертву Иисуса Христа. И сказал, вот единственный путь, которым человечество может ко мне прийти. И человек лично ко мне обратится. Потому что Иисус назвал свои параметры. Того, ради чего Он здесь. Что я есть путь, истина и жизнь. Я есть хлеб, шедший с небес. Я есть вода живая. Я есть дыхание. То есть все, что нам необходимо на земле, о новом Христе Иисусе, открывается нам в новых параметрах, в новых возможностях. Потому что Господни дела, они страшны. И на них надо воззреть, увидеть, как Господь действует. Ведь если Бог что-то заберет из земли, как, знаете, равновесие ее, то она просто слетит с орбиты. И, кстати сказать, об этом есть описание, что и к такому состоянию земля тоже придет. Есть 24 глава Исаия, где сказано о земле, что она как пьяная. И вот это состояние колебания земли, мы туда очень быстренько продвигаемся. И поэтому действительно Господь страшный в делах. И пусть сегодня наше сердце будет пропитано поклонением Ему. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы-то идем к такому Богу, который страшен для греха, который страшен для дел дьявола, который страшен для беззакония и нечестия. Но мы пришли, чтобы омыться и оправдаться в крови Христа и стоять перед Тобой не со своей праведностью, не со сравнительными характеристиками, что я лучше кого-то, а я прихожу к Тебе, чтобы нам взять от полноты Иисуса Христа, от Его праведности и одеться в эту праведность. Не для того, чтобы потом в этой праведности делать то, что я хочу, а для того, чтобы нам жить в соответствии с тем, что эта праведность вкладывает в наши мысли, в наши чувства, в наши решения. И верю, что Ты нам поможешь прославить Тебя образом жизни, ходить перед лицом Твоим, потому что Ты Бог, человеколюбивый и многомилостивый. Благодарю Тебя за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»